Фиксики Такие фиксики, большой-большой секрет Фиксифон Дим Димыч, угадай, что у нас есть Лучше вы угадаете Банан? Машинка? Шоколадка? Пистолетик? Ха, не угадал! Папа себе новый телефон купил, а мне старый отдал, насовсем Ух ты! А у вас что? Вот Ха, тоже телефон! Лучше это фиксифон! У папуса новый фиксифон, а старый он симки подарил И звонить по нему можно? А как же, дай я покажу! Папус, привет! Привет! Зачем звонишь? Эм, да просто так Ну, Олег, не отвлекай меня по пустякам Ладно Видал? Ну, звоните, мой телефон умеет Людям-то умеет, а фиксиков нет Фиксифон это умный телефон фиксиков По нему фиксики не только звонят друг другу, но и выходят в специальный фиксиковый интернет В фиксифоне есть и камера, и фонарик, и новости, и игры, и фильмы, и фиксипелки Любимые песенки фиксиков И дети рады, и взрослым хорошо Потому что фиксифон всегда может сообщить родителям, где находится их ребенок И не попал ли он в беду Не так давно у людей тоже появился умный телефон Или, как его называют, смартфон С его помощью можно и звонить, и заходить в интернет Смартфон легко заменит целый компьютер Но до фиксифона ему все-таки пока далеко Это, конечно, круто, но игры и у меня есть А такое есть? Погляди-ка сюда Ну, мышка А теперь сюда Ой! Его же, его же тут нет А тут есть Это еще не все Мышка помогает управлять компьютером Когда вы ее двигаете Понял? Никто фиксика не видит, а ты видишь И он тебе помогает Супер! Вот бы мне такой фиксифон Еще захотел! Ты же не фиксик! Эх! Жалко! Пойду что ли в школу? Расстроился! Даже телефон свой забыл! Есть идея! Он звенит и гудит и поет как птица И в игрушку сыграть телефон годится Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Вот аппарат Видно пальцем вы не тем кнопку нажимали Здесь такие не живут Они туда попали! Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Они туда попали! Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Они туда попали! Успели! Димыч! Ой, а это же... Сюрпиз! Вот это да! У меня теперь свой фиксифон! Такой же, как у вас! Ну, почти! Дим Димыч! Дим Димыч, дай-ка позвонить с твоего телефона, а то я свой не могу найти. Ого! Ого! Ты все здесь поменял? Где тут я? Наверное, папус. Хм! Ну и Юночка ты мне придумал. Нолик, я занят! Прекрати хулиганить! Ой, кто это? Это не Нолик. Кто это? Кому это я позвонил? Мужчины. А чей это телефон? О, мой нашелся! Бегу! Потом сверим номера! Ой, летит нам от папуса! Дай-ка, Дим Димыч, я удалю отсюда все номера фиксиков! А как же я буду вам звонить? Зачем звонить? Мы же всегда рядом! Датчик! Надо эту деталь заменить на новую! Гений, Евгений, а давайте мы на склад сбегаем! А то вам же неудобно! А вы дальше ремонтируйте! Согласен! Только запомните ее название! К-12-71 Один! Я запомнил! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечно эта Лизонька не вовремя! Будем ждать, пока она уйдет! Еще чего! За спиной проскочим! Игрек, где наша деталь? Здесь! Готовы? Готовы! Готовы? Серега! А-а! Вот вы где, гений Евгений. А почему дверь сама открывается и закрывается? Ха! Дело в том, Лизонька, что дверь у нас теперь автоматическая. Я вчера на нее датчик движения поставил Датчик движения Это такой электронный глаз Который следит за всем Что движется Видели как в магазинах и аэропортах Двери сами открываются Перед людьми Это благодаря датчику движения Он замечает Когда к двери подходит человек И посылает сигнал электродвигателю Двигатель открывает дверь А потом автоматически закрывает Когда человек сквозь нее проходит Невероятный человек Только неаккуратный Автоматическая дверь? А почему она не открылась Когда мы на сплошли? Мы для нее слишком маленькие А деталь большая Датчик реагирует на нее И что делать? Мы его обманем Проверемся вдоль стены Держимся ближе к стене Эта дверь какая-то слишком автоматическая И опять эти детали Разве я их не убирала? Эх, датчик все равно нас видит Давайте его сломаем Зачем ломать? Его можно просто временно отключить Датчики помогают людям в самых разных ситуациях Например, датчики движения Замечают, когда кто-то идет И могут открыть двери или включить свет На автомобилях устанавливают датчики дождя Если начинается дождь или снег Они включают щетки, очищающие стекло Есть еще датчики, которые реагируют на освещенность Вечером, когда темнеет Они автоматически зажигают уличные фонари А утром, когда становится светло наоборот Гасят их Датчик дыма чувствует, когда в помещении появляется дым Такой датчик может включить и пожарную тревогу И даже систему автоматического тушения пожара Порядок Подключили Тогда вперед Евгений Евгений, задание выполнено Молодцы? Хотя нет, не молодцы Это ведь К-71-12 Ага А мне нужно Га-12-71 Ты, Грек Ты же говорил, что запомнил Запомнил А потом Забыл Эх ты, дырявая башка Ладно Мы еще раз бегаем Нет уж Лучше я сам А еще Я забыл предупредить, что мы отключили датчик И теперь дверь автоматически не открывается Гений Евгений, кто я? Извините, Ангений Евгений! Невидимые чернила Играет музыка Сим Зимычу. Это что, записка? А от кого? Не от кого. А, от девчонки что ли? Так, так, и что она пишет? Не знаю. Так давай посмотрим. Не, это секрет. Что, даже для друзей? Угу. Ну, мы же не простые друзья, а секретные. Никому не скажете? Ну, кому, обещаем. Ты разворачивай уже! Ой, а тут пусто. Хм, ерунда какая-то. Может, она и не хотела тебе писать. Зачем тогда записка? Погоди. А что, если записка написана невидимыми чернилами? А такие бывают. Чтобы скрыть от посторонних секретное письмо, его пишут невидимыми чернилами. Их еще называют симпатическими. Для этого сок лимона, молоко или питьевую соду разводят водой. Обмахивают палочку или кисточку и пишут на простом листе бумаги. Вот так. Ничего не видно, правда? Чтобы невидимые чернила проявились, бумагу надо нагреть. Например, прогладить утюгом. Но это секрет. Может, Симка, ты и права? На утюг не трогать не разрешают. Твоя мама, кстати, сейчас белье гладит. Да? Это меняет дело. Стой! Если записка секретная, значит, ее никто не должен видеть. Даже мама. Что же делать? А, придумал! Мам, погладь мне рубашку! Пожалуйста! А что с ней? У нее карман помялся. Некрасиво. А, ну давай сюда. С каких пор тебя это волнует, интересно? Держу. Спасибо! Получилось! Что? Что там? Ой! Дим Димыч, ты мне нравишься. Катя! Тебя Катя влюбилась! А тебе, Катя, нравится? Мне? Не знаю. Но она отличница. Нравится! Телеки, телеки, остаюсь, женихи, невеста! Ну и прекрати! А ты ей напишешь ответ? А надо? Конечно! А если кто-нибудь увидит? А ты его тоже невидимыми тернилами напиши. Лимон есть? Сейчас большая редкость отправлять письма по почте и вообще писать их от руки. Теперь все переписываются по интернету. Но и в такой переписке нельзя забывать простые правила вежливости. Например, нужно здороваться в начале письма, а в конце совсем не лишними будут добрые слова. К примеру, обнимаю, целую. Или будь здоров. Или до скорой встречи. Перед тем, как отправить письмо, перечитай его. Убедись, что не ноля полошибок. И еще, если ты получил какое-то послание, не тянись ответом. А то человек может подумать, что про него забыли, и обидится. Словом, пишите письма вежливо. Ну, пиши. А что писать? Как что? Правду? Пиши так. Извини, Катя, но мне нравится другая девочка. Я зовут Симка. Ну, Олег. Не нравится? Сами придумывайте. Дим Димыч, просто напиши, что ты на самом деле думаешь. Ладно. Напишу. Катя, ты мне тоже нравишься. Нормально? Прекрасно. Тили-тили, Теста. Замолчи, а. Дим Димыч, а ты как написал? Нравишься или нравишься? Ой, не знаю. Хе, ничего не видно. Да, теперь это только Катя узнает. Присоска. Профессор Чудаков не приходил? Нет. Странно. Обещал вместе с нами проводить испытания. Тут какая-то записка. Под стеклом. Хм. Друзья. Значит, записка нам. Везде там мы, друзья профессора Чудакова. Я уехал на конференцию. Вот оно что. Пока меня нет, проследите, как идут испытания. Проверьте часы. Какие часы? Это там. Вот. А почему часы в воде? Может они для рыбок? Ну или криговоре глупостей. Это испытание. Видишь? Водер резистент. Тут написано. Часы водонепроницаемые. Вижу. Вот профессор и проверяет, как они работают в воде. А-а-а. Понял. Часы идут. А еще кнопку звонка. Кнопку? А она там. Это для чего? Это испытание кнопки на износ. Чтобы проверить надежность машин, приборов и других вещей, их подвергают испытаниям. Например, телефоны испытывают жарой и холодом, потому что им предстоит работать и в Африке, и в Арктике. А компьютеры должны выдерживать вибрацию и тряску. Тогда ими можно будет пользоваться не только дома, но и на улице, и в транспорте. Многие вещи испытывают на прочность и устойчивость к износу. Например, спортивную обувь и шину автомобилей долго трут и мнут, чтобы проверить, насколько они долговечны. Испытания необходимы. Бедник машины или прибор может подвезти в самый неподходящий момент. Если раз в неделю будут ходить гости, и еще мальчишка-хулиган раз месяц будет звонить и убегать, тогда такой кнопки хватит примерно на 400 лет. Ого! Кнопка пока работает! Хорошо. И еще... Что еще? Не знаю. Там еще что-то на обратной стороне. Надо... О! Поднять стекло! Не берется. Тут нужна присоска. Присоска? Присоски делают из резины или другого упругого материала. Прижимая присоску к гладкой поверхности, мы выдавливаем из-под нее воздух. А когда мы отпускаем присоску, и она возвращает свою форму, воздух стремится вернуться обратно. Он давит на присоску снаружи, но попасть внутрь не может. Резина его не пускает. Так присоска прилипает к поверхности под действием воздуха. Погодите! Я только что видел большую резиновую присоску! О! Ничего себе присоска! Студись! 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 Молодец, Нолик! Только надо спешить, а то воздух вернется под присоску, и она отлипнет. Моя присоска не отлипнет! Так, что тут написано? Читай быстрее! И еще! Следите за тем, чтобы ничего не разбилось. А что тут может разбиться? А! Осторожно! Не уследили! И кто теперь все это будет убирать? Как кто? Нолик! Это же его присоска! Нет, Симка! Она медленно читала! Это я виноват! Ведь идея с присоской была моя! Мне и убирать! Ну что ты, дедус! Мы сами, сами все уберем! Хм! А с присоской идея была отличная! Аэрозоль! Ага! Следы! Я так и знала! Вы наследили! Не мы! А это что? Вовляпался! Отрава! Лизонька! Какой ужасный запах! Что это? Это яд! А зачем яд? Я уже давно подозревала, Гений Евгеньевич, что у нас в лаборатории кто-то живет. И вот вчера, когда стемнело, я тайно рассыпала на стол муку. И что? Вот, полюбуйтесь, следы. Я хочу их уничтожить. Уничтожить. Кого? А вы не догадываетесь? Тараканов! Она Файру с тараканом перепутала. И? А почему вы думаете, что это был таракан? А кто? Ну, паучок. Хм, паучков я люблю. Они хорошие. Но где паутина? А я не знаю. Значит, это тараканы. Что это со пшикалка? Это аэрозольный баллончик. Аэрозоль – это мельчайшие капельки и частички, которые могут долго висеть в воздухе. Пыль, дым, туман – все это аэрозоли. Люди давно умеют делать аэрозоль. Например, берут жидкость, которая отпугивает комаров, заливают ее в баллончик и закачивают туда же газ. Достаточно нажать на кнопку, и газ вытолкнет жидкость снаружи. И она распылится в виде аэрозоля от комаров. Если Лизоньку не остановить, она отравит всех фиксиков. Давайте испортим ей баллончик. Нет, так делать нельзя. А может, его подменить на баллончик со сбитыми слистами? Глупости. Надо убедить Лизоньку, что это был не дуракан, а паучок. Паучков она любит. Точно! Летим за жучкой! Аэрозоли применяются повсюду. Из баллончика очень удобно распрыскивать лекарства, которым лечит горло. А можно пыскать духами для приятного запаха или дезодорантом, чтобы запах отбить. Очень удобная аэрозольная краска. Она ложится ровным слоем. Даже пищу упаковывают в баллончики. Но в аэрозольном баллончике может оказаться и отрава. Например, от раканов. Главное не перепутать. И помните, что с аэрозольными баллончиками нужно обращаться очень осторожно. Их нельзя открывать, разбирать и прокалывать. Нельзя нагревать или ставить рядом с огнем. Ведь там внутри газ, который может взорваться. Жучка, привет! Куда ты? Ой, нам нужна помощь! Жучка, не бойся! Мы же друзья, правда? Ты нам поможешь? Новые следы! Ну, тараканы, держитесь! Жучка, давай! Беги! Отравить! Паучок! Какой хорошенький! Давай дружить! Получилось! Надеюсь, теперь она перестанет всех травить. Бедненький, я тебя чуть не отравила. Паучок, ты куда? Подружить! Правильно, жучка! Дружи лучше с нами! Эй, постой! Обиделась! Ее же из-за нас чуть не отравили! А мы ее найдем и попросим прощения! Кино! Клоуф! А спиной можешь? Легко! Круто! Вот это да! Эх, жалко, Симка не видела! А давайте снимем для Симки кино про файера! У меня и фикситап есть камера! Почему же только для Симки? Для всех снимем! Отлично! Я буду бросать мяч, Налик будет снимать! А мы... А вы будете красивой группой поддержки! Я согласна! И я! Кино появилось больше ста лет назад, когда изобрели кинопленку! Кинопленка состоит из цепочки маленьких фотографий, кадров! Если кадры быстро просматривать один за другим, то изображение начинает двигаться! Говорят, первые зрители сильно испугались, увидев на экране идущие поезды! Сначала кино было немым, потом научились делать фильмы со звуком! А когда изобрели цветную кинопленку, кино стало разноцветным! Сейчас кино снимают не на пленку, а на цифровые камеры! Почти во всех телефонах и планшетах есть такая камера! Теперь каждый может снять собственное кино и поделиться им с друзьями! Файер лучше всех! Фу! Файер лучше всех! Эй! Я камеру еще не включил! Внимание! Снимаю! И оп! Файер лучше всех! Фу! Стоп! Снято! Покажи! И оп! Файер лучше всех! А где мяч? Тут! Нет! Нужно, чтобы мяч был виден! Понял? Поехали! Файер лучше всех! Ну как? Получилось! А где я? Где-то здесь! И нас нет! Мы что, зря старались? Нулик, сними так, чтобы все были! Постараюсь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где у них? Нулик, сними так, чтобы все были! Вычините! Возьмите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, я буду кидать, а Фаер снимать? Нет, Нолик, пусть лучше Фаер кидает, а ты снимай. Фаер тоже не попадает. Попробуй попади, когда все мешают. Это мы-то мешаем? Играть надо уметь. Опять ссоритесь? Кино снимаем. Ого, покажете? Да нечего показывать, одни обрывки. А целиком нет. Ха, это не беда. Можно же сделать монтаж. Что сделать? Фильмы обычно снимают не целиком, а по частям. Причем каждую часть снимают несколько раз из разных точек. Получаются варианты. Потом берут самые удачные кадры из разных вариантов и соединяют их друг с другом. Это и называется монтаж. Монтаж позволяет показать кино то, что не удается снять за один раз. Смотрите, берем начало из этого дубля. Летящий мяч из этого. А мяч в корзине отсюда. И меня со шпулей не забудь. А как же. Вот что вышло. Павел лучше всех. Фильм супер. А можно мне попробовать? Пожалуйста. Теперь будет, что профессору показать. И Игреку. И папусу с мафией. Вот. Я тоже фильм смонтировал. Не может быть враньё. Не враньё, а монтаж. Нет враньё. Файер свой бросок и без монтажа сто раз сделает. А ты? Ладно, не ссорьтесь. Хотите, я вас всех так бросать научу? Хотим. Тогда пошли. Йоха! Павел лучше всех. Павел лучше всех. Ноты. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Какая у вас интересная беседа. И давно вы так? Нет. Симка, скажи ему, что это? Подарок? Ага. От Кати. И опять секретом. Шифр. Видишь? Ха. Это не шифр. Это ноты. Музыка. Ха. Понял. Я же говорил. Эти закорючки музыка. Не верю. Тебе уже два человека говорят. Симка не человек, а Фиксик. Все равно нас двое. Вы сговорились. Да даже не думали. Музыку играют. Или слушают ушами. А еще ее можно записывать. Когда мы пишем слова, то используем буквы. А музыку записывают специальными знаками, которые называются ноты. Нот всего семь. До, ре, ми, фа, зо, ля, си. Чем выше звук, тем выше сажают ноту на нотном стане. То есть на пяти линейках. Так записываются длинные ноты. А так короткие. Благодаря нотам человек может прочесть мелодию глазами и сыграть ее. Пока вы мне эту музыку не сыграете, я вам не поверю. На чем? Ты видел здесь какой-нибудь инструмент? На ложках сыграй. Ты издеваешься? Не станьте вы. Я знаю, что нам нужно. Вода. Вода. Ха. Сейчас вы скажете, что музыку еще и мыть можно. Не видим, девочки. Еще. Извиняется звук? Ага. Стоп. Об этот стакан наливаем воду до тех пор, пока не услышим ноту си. Стоп. Вот она. Теперь сюда? Ей. Последняя нота осталась. А если сейчас мама придет? Что она подумает? Что ты посуду моешь? Еще и похвалит. Хватит. Это верхняя до. Теперь все ноты у нас есть. До. Ре. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. До. Класс. Ну, Дим, девочки, играй. А давайте вместе. Музыкальные звуки извлекаются разными способами. На скрипке и вилончели играют смычком. Когда смычок идет по струне, она ревририрует, то есть мелко дрожит. И от этого получается красивый звук. У гитары тоже есть струны, но их щиплют пальцами. А по струнам рояля бьют специальные молоточки, когда пианист нажимает клавиши. В трубы и тромбоны музыканты дуют. На флейтах и свирелях цвистят. Такие инструменты называются духовыми. А есть инструменты, из которых звук извлекают мокрым пальцем. Попробуйте осторожно поводить пальцем по краю бокала. Немного терпения, и вы услышите нежный звук. Все готовы? Да! Три, четыре! Дим Димыч, мы тебя тоже поздравляем! Видишь, Моник, а ты не верил, что это музыка. За что я первую песню угадал? Спасибо, что помогли разгадать Катин подарок. А ты ей тоже песенку пошли? Да! Давайте запишем нотами песенку про фиксиков! Про фиксиков нельзя! Если без слов, только нотами, то можно. Ура! Сыграем? Легко! Конструктор Дим Димыч, ты что в темноте сидишь? Так лучше видно Смотрите Ух ты! Красивый замок Как из сказки Нет, он из конструктора Я его сам собрал Класс! О, а давайте в рыцарей поиграем И в злого дракона Который заточил красавицу-принцессу в этот замок Чур я, принцесса! Туда! Где же рыцарь, который спасет меня от дракона? Я тут! Я спасу тебя, Симка! Ты, Нолик, как-то на рыцаря не похож И доспехов у тебя нет Доспехи? Сейчас будут! Конструктор Это когда из одинаковых деталей Можно собирать разные вещи Соберешь, так выйдет дом Так машинка А так космический корабль Бывают детали из металла Их соединяют винтиками Пластиковые детали Друг к другу прищелкиваются В некоторых конструкторах Детали склеивают А еще есть магнитные конструкторы Приложил две детали Они раз и сами сцепились Берегись, дракон! Спасите! Помогите! Ну где же вы, мой рыцарь? А где замок? Планету захватили роботы И разрушили замок! Ах! Ты похитили меня! А ты еще принцесса? Принцесса, конечно! Спасай же меня скорей! Ага! Что это? Это же магнитный конструктор А у тебя доспехи из железа Вот ты и примагнитился Димыч, так нечестно! Ответи меня! Ладно На помощь! Спасите! Помогите! Держись! Я медом! Только костюм сведет! А что даже нет? А что? Да! А это? Ещё что? Злой волшебник заточил меня в магический шар. И теперь только храбрый рыцарь. Я уже был рыцарем. Ну сделайте им снова. Ладно, но это последний раз. И ничего не думаете. Симка, я сейчас. Не вздумай сбежать. Ну вот, все бросили бедную принцессу. Симка моя сестра, старшая. Поэтому любит меня поучать. Но я не обижаюсь, потому что она очень умная и быстро соображает. И технику знает лучше всех. С ней всегда интересно. В школе Симка, конечно, отличница. Но не изобрела. Её любят весь наш класс. Только с миром не молода. Из-за фаера. Ну, вы понимаете. Иногда Симка бывает слишком правильно. Это нельзя. Так нехорошо. Но если придумать интересное приключение, она тут как тут. Симка смелая и ловкая. Она всегда первая. И в огонь, и в воду. В общем, классная у меня сестра. Только вы ей об этом не говорите. А то зазнаемся ещё. Недолго мне ещё тут сидеть. Эй, кто-нибудь. Эй. Эй. Помогите. Помогите. Ясочка. А ну, Маману, дай. Брысь, брысь отсюда. Вас на минуту нельзя оставить. Вы целы. Фу, похоже, да. Волик, меня только что за правду спас. Как настоящий рыцарь. Скажешь тоже, рыцарь. Да-да, ты достойным быть. И защищать всех-всех девочек от вредных кусачек. Клянусь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Доблестный пиксель. Я посвящаю тебя в рыцаре. Ура! 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 Тыс! Красота! Эй! Чего? Вау! Воображал. И раз! Ого! Ой! Слушаю. Жаль, Фаер не видел. Я просто тренируюсь. Это ты все перед Фаером перчишься. Хм. Я? Даже и не думала. Лолик, тормози. Что я? Ужат лучше шахматы? Фигурное катание. Это красиво. Крути. И-то! Мы улыбнули. Ты чего так заорал? Мне достали два билета. На группу самого Вектора. Прелесть. И с кем ты пойдешь? Пока не знаю. Я еще не думал. А что тут думать? Пригласи самую красивую девочку-класса. Да? Неплохая мысль. Ю-ху! Слышала? Самую красивую пригласит. Мне это неинтересно. Подумаешь? Мне тоже. Наш мир наполнен красотой. Сколько вокруг красивых растений и животных. Прекрасных гор, лесов и озер. Но людям этого мало. Они создают свою рукотворную красоту. Художники пишут красивые картины. Композиторы сочиняют красивую музыку. Архитекторы создают красивые дома, а модельеры красивую одежду. Даже ученые не остаются в стране. Они придумывают красивые идеи. Эти идеи потом превращаются в технологии и вещи, которые делают жизнь людей лучше. У каждого свое представление о прекрасном. Сколько людей, столько времени. Но все стремятся по-своему быть красивыми. И люди, и фиксики. Шпулечка, как мне стать красивой? Ой, не знаю. У Верты спроси. Она вон какая. Какая? Вот что в ней самое красивое? Ну, заколочка, прическа. Ей идет зеленый цвет. Зеленый. Ага. Ну, пока. Шпуля. А? Как ты думаешь, Фаеру Симка нравится? Думаю, да. Это потому, что она рыжая? Оранжевая. Ммм, понятно. Так, цвет вроде такой. Нет. Надо еще зеленей. Что делает человека красиво? Брусская одежда, яркий лак, крашеные волосы. Да они не всем идут. Есть более надежный рецепт. Попробуй умыться и почесаться. Видишь, красоты сразу прибавилось. Теперь свиньи грязную мятую одежду на чистую. А? Вот она где красота. А если будешь меньше есть сладкого и больше заниматься спортом, то вообще станешь писаным красавцем. Или красавицей. Фаер. Чего? Возьми у Вектора автограф для меня, пожалуйста. Ладно. Я его песни обожаю. И я. Особенно эту. Компьютер, компьютер, компьютер это круто. Играл бы в компьютер, и отцелый день обрел. Играл бы и ночью, и вечером, и утром. Но не-не-не-не-не-не-не-не, Рубина. Я и не думал, что ты такая фанатка. Знаешь, не буду я брать автограф. Почему? Сама возьмешь. У меня же два билета. А как же самая красивая девочка? Да вы все красивые. А с тобой еще и весело. Пошли. Стойте. Стойте. Ой, Симка или Верта? Вы куда? Как куда? На концерт. Верта? Нет, Симка. Или наоборот. Я запуталась. Ты чего ж, Пуля? Подруг не узнаешь. Вот Симка, вот Верта. Пошли, а то опоздаем. Блондинкам всегда везет. Да. Надо было краситься под шпулю. Копия. Лизонька! А нет, не надо нашел. А нет, не нашел. Лиза! Лизонька! Иду, иду. Где не пить? Потерялся зонтик. Похоже, Чудаков опять зонтик потерял. И не один. Вон сколько объявлений. Это Нолик одно и то же объявление. Лизонька его копирует, чтобы потом везде расклеить. Копир – это прибор, который делает копии картинок и документов. Изображение, которое нужно скопировать, кладут на стекло под крышку. Копир освещает его яркой лампой и считывает. Потом это изображение наносится на бумагу с помощью специальной краски и крутящегося барабана. Таким способом копир может делать одинаковые копии долго-долго, пока не кончится краска или бумага. Что случилось, Гений Евгеньевич? Ой, я свой портфель не могу найти. Ох, какой же вы рассеянный. Сначала зонтик, теперь портфель. О, это мне? Но я же не нарочно. Что ж, найдем ваш портфель. Сейчас я про него объявление сделаю. Вспомнил! Где забыли портфель? Да нет, но я утром кофе забыл выпить. А, и кофе найдем. Темнотища какая! Тихо! Лизонька идет, прячемся. Где тут у меня портфель? Это о пропаже ключей, это объявление про телефон, это если сам профессор потеряется. Вот, потерялся портфель. Отлично! Кажется, ушла. А где Нолик? Вот же он, только напечатанный. Он застрял в копире. Надо его спасать. Спасать? Да это всех нас надо спасать. Если Лизонька расклеит эти объявления, весь город узнает про фиксиков. Что же делать? Фиксиков. О, давайте замажем этого Нолика. Симка, смотри, тут еще один Нолик. О, а вон еще. Лучше замажем. Отсюда. Не у всех есть возможность полюбоваться картинами великих художников. Но благодаря копиям эти картины известны во всех уголках мира. Молодые художники и скульпторы учатся своему делу, копируя великие произведения прошлого. А еще копии нужны на всякий пожарный случай. Вдруг оригинал какого-нибудь важного документа погибнет. Тогда хоть копия останется. Копии часто очень полезны. Но бывают и нехорошие копии. Подделки. Это когда скопированные картины или даже фальшивые деньги выдаются настоящие. Такое копирование недопустимо. За такие копии можно и в тюрьму попасть. И это еще. Синька, вы где? Мы тут. Там так ярко. Я чуть не ослеп. А мы тут твои копии замазывали, замазывали. Чтобы люди о фиксиках не узнали. Жаль, меня не было. Я бы вам помог. Профессор, я ушла. Я ушла. Так вот же они. Лизонька. 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 Она ушла. Объявление клей. А я сам все нашел. И портфель, и зонтик. Надо ей позвонить. А где мой телефон? Неужели потерял? Не волнуйтесь, профессор. У Лизоньки и про телефон объявление найдется. Теперь главное, чтобы она сама не потерялась. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.